Это очень сложно переоценить. Все, что в плане развития культуры, образования, медицины, спорта, все, что построено за последние 15 лет, это благодаря помощи и поддержке Российской Федерации. Рано или поздно должен настать такой период, когда мы сами будем обеспечивать необходимые условия для развития нашего бюджета, для его пополнения. Хотел бы вас проинформировать, за период с 2020 года по 31 декабря 2023 года собственно доходная часть бюджета Абхазии увеличилась на 104%. За счет чего это произошло? Прежде всего за счет более высокого уровня и более высокого качества администрирования. Только в Гагарском районе за 2021-2022 год было поставлено на учет более 250 юридических лиц, которые работали, функционировали и на налоговом учете они не стояли. Вот город Гагара демонстрирует такие показатели. За этот период с 2020 года по 31 декабря 2023 года бюджет города Гагары вырос почти на 300%. За счет этих мер административных, улучшения качества администрирования, при этом мы не ввели ни один новый налог, мы не поменяли ставку в плане увеличения. Это существующие нормы в рамках этих норм. И так по всем районам практически, по всем предприятиям государственным есть такие показатели. Сейчас обсуждается в парламенте закон, который инициирован Министерством по налогам и спорам в едином налоге. Я думаю, это тоже даст возможность увеличения поступления более чем на 1 миллиард рублей в течение двух лет. При всем при этом эти деньги даются нелегко, но это не те деньги, которые могут кардинально поменять картину. Мы за последние два года увеличили существенно бюджет Министерства обороны, это ключевой институт нашего государства, с учетом текущего момента, исторического периода. Но этого мало. Наш бюджет должен быть не 15-16 миллиардов рублей, как это сейчас. Наш бюджет должен быть миллиардов 50. И это возможно при реализации некоторых экономических программных установок, о которых я говорю. Вот развитие туризма именно в том аспекте, как я об этом говорил неоднократно. Поэтому, конечно же, были такие договоренности. Россия осуществляет софинансирование по повышению заработной платы, но объем софинансирования сокращается, наша доля увеличивается. Но Россия еще помогает. В этом году мы приступаем к строительству детской больницы за счет российской помощи. Уважаемые коллеги, я это адресую моим согражданам. Мы, конечно же, можем очень серьезным образом поменять экономическую нашу картину. Нам не нужно бояться. Нам необходимо развивать те отрасли экономики и привлекать инвестиции. Капитал, который к нам пришел или который к нам может прийти, мы его должны защитить. Этот капитал будет работать на наших граждан. Прежде всего и главным образом. Капитал будет работать на развитии наших территорий. Я выше об этом говорю. И понимание важности этого процесса и действия в рамках этого тезиса как раз таки есть то, что нам надо сделать. Я надеюсь в этом плане на поддержку и наших граждан, и институтов государства, парламента, общественных партий и движений. Другого нет. По-другому экономика развиваться не будет. Мы не имеем собственной денежной единицы. И в ближайшей перспективе у нас ее не будет по разным причинам. Хотя у нас есть некоторые так называемые экономисты, которые целенаправленно вводят заблуждение наших граждан и говорят о том, что у нас взрыво время иметь собственную денежную единицу. Элементарные подсчеты, элементарные, опровергают данный тезис как ложный и вредный. Поэтому поиск инвестиций, определение точек роста, определение условий работы этих инвестиций на благо на экономику Абхазии, это тот путь, который нас выведет на те высокие показатели, которые мы хотели бы иметь. Тут я еще на что хотел бы обратить внимание. Определенное количество наших граждан получает российскую пенсию. В среднем это 10 тысяч, в некоторых случаях до 15 тысяч. Количество тех, кто получает пенсию российскую, сокращается. И идет нагрузка на бюджет в том плане, что новые пенсионеры, которые появляются в пенсии, должны получать с нашего бюджета. Тут я возвращаюсь к цифрам, таким очень важным, фундаментальным, о которых не принято говорить так часто. Не потому, что это не важно, а потому, что это правда. Потому, что это не соответствует принципам популизма и демагогии. Сколько человек у нас работает? Сколько у нас пенсионеров? Почему у нас такое количество рабочих мест? Почему такое количество людей не заняты работой? Вот задача государства обеспечить возможность для тех, кто хочет работать. Мы эти рабочие места должны создать. Рабочее место примерно стоит 7-10 миллионов рублей в зависимости от отрасли. И эти деньги нам необходимо найти и вложить в экономику Абхазии. И тогда мы не будем нуждаться в помощи финансово Российской Федерации. 15 лет оказывается эта поддержка. Есть программы здравоохранения, предоставляющие бесплатные лечения не только в Абхазии, но и за ее пределами. Есть программы в сфере бесплатного образования. Какой вы видите перспективу улучшения социального положения граждан? Программа, о которой вы говорите, которая реализуется в рамках Министерства здравоохранения, в своей основе финансируется Российской Федерацией. И программа кадрового обеспечения, это за счет денег Российской Федерации, часть за наши деньги. Этого мало. Мы должны изыскать средства для того, чтобы объемы финансирования здравоохранения были в разы выше, чем есть сегодня. Вот я говорю выше о том, что с помощью Российской Федерации, на деньги Российской Федерации, мы начинаем строить детскую больницу. У нас нет кардиологического центра. У нас много чего нет. И на все на это необходимо ресурсы изыскать. Эти ресурсы должны быть изыщены на территории Абхазии. Эти ресурсы должны быть выжаты из экономики Абхазии. Иначе не будет расширения социальной сферы. Социальная сфера – это не только же здравоохранение. Это еще и культура, и наука, и спорт. Пока мы готовили интервью, состоялось собрание представителей общественности, оппозиционных сил. Мы не можем не затронуть вопросы, которые поднимались на этой встрече. Прозвучало много критики в адрес руководства страны. Например, цитирую. Грубейшим и преступным просчетом власти Абхазии стала непродуманная борьба с COVID-19, усугубленная массовым запуском в страну туристов в разгар пандемии. А также строительство апартаментов для иностранцев они сравнивают с Абхаз переселен строем, то есть программой, которая работала во времена Сталина и Берия. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу подобных высказываний. Вы знаете, если бы не было собрания данного, о котором вы сейчас сказали, я бы не хотел на эти вопросы отвечать. Но тем не менее, коль скоро вы задали, я отвечу. Тезис о том, что в период пандемии работа, связанная с обеспечением здоровья населения Абхазии, и что эта работа провалена, она не соответствует действительности ни в коей мере. Есть цифры объективные, по которым можно сделать вывод о том, что работа была поставлена на очень высоком должном уровне. Прежде всего, это произошло благодаря нашему медицинскому сообществу. При этом колоссальный вклад для решения этой проблемы внесло само государство, наше Абхазское. Нам помогали наши друзья из России, нам помогали общественные деятели, бизнесмены, меценаты. И мы получили результат в данном случае, которым не могут гордиться некоторые сопредельные государства, и не все субъекты Российской Федерации. Вот я вам приведу цифры. За период 26 марта 2020 года по 1 августа 2022 года на мероприятие по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Абхазия было направлено средств в сумме 1 миллиарда 161 миллиона рублей. За счет средств республиканского бюджета 935 миллионов. За счет средств местных бюджетов 93 миллиона. За счет средств, поступивших в качестве финансовой помощи на борьбу с инфекцией, для нужд здравоохранения, в том числе и от меценатов, 41 миллион рублей. За счет средств, выделенных благотворительными организациями и нашей диаспорой, 89 миллионов рублей. За указанный период в Абхазии заболело 54 824 человека. Вылечили 53 319 человек. Умерло 693 человека. Летальность 1,3%. Давайте посмотрим летальность в других государствах. В России в целом 2,1%. Армения 2%. Азербайджан 1,2%. По некоторым субъектам Российской Федерации летальность в Кабардино-Балкарской Республике 3%. В Краснодарском крае 4%. В Северной Осетии 3%. Вот неопровержимые факты, цифры. Надо исходить из них. А те, кто в своем заявлении и сказал, что работа была провалена, они преследуют свои политические цели. И это не соответствует ни в какой мере правде. На собрании общественности оппозиционных сил были известны в прошлом государственные деятели. Государственные деятели, которые должны понимать, насколько важно иметь особое отношение, поддерживать особое отношение с Российской Федерацией. Когда они проводят параллели между Абхаз Переселенстроем и возможностью реализации программы по строительству апартаментов, понимая, что эти апартаменты будут приобретать граждане Российской Федерации, меня это очень сильно, как минимум, удивляет и расстраивает. Вот такого рода заявления как раз-таки подрывают наши взаимоотношения с Российской Федерацией. Там находились бывшие руководители государства. И при них, и на всем, все 15 лет руководство России ставит справедливый вопрос о возможности приобретения недвижимости гражданам России в Абхазии. Вопрос этот снят. Россияне говорят, если мы с вами союзники, ваши близкие люди, это никак не должно быть связано с приобретением политических прав, гражданства. Может русский человек купить апартамент и на лето приехать отдохнуть? Мы вам близкие люди или нет? Люди, которые готовы приехать и, находясь здесь, жить по нашим правилам. И мы должны им сказать, что ваши желания нам напоминают то, что было 70 лет тому назад, когда шла целенаправленная ассимиляция Абхазии-Грузии и поставить знак равенства между руководством Грузии того периода и современной Россией. Я категорически против таких аналогий. Считаю, что они носят исключительно вредный характер. Я выше говорил об этом. И время покажет, кто был прав. Время обязательно расставить все на свои места. Но я хотел бы просить оппозиционных деятелей, прежде чем высказывать такого рода мысли, делать такие заявления, хорошенечко подумать, проносят они пользу нашему государству этносу или нет, или мешают это. Я не допускаю мысли о том, что некоторые из них, подчеркиваю слово, некоторые не понимают, о чем идет речь, и их используют в темно. Такое тоже может быть. Но люди, которые занимали высокие государственные должности, когда делают такое заявление, это никак не может быть мною поддержано и принято. Я категорически против таких вещей. Оппозиция часто критикует ваше высказывание по поводу суверенитета. Они считают, что вы публично заявили о допустимости поделиться частью суверенитета. Это довольно-таки серьезное обвинение. Как бы вы ответили на этот вопрос? Внесите ясность. Конечно, можно делать безответственное заявление. Я лишь говорю о том, что в свое время, в 2009 году, потом и в последующем, мы подписали, руководство Абхазии того периода, подписало ряд документов, в соответствии с которым часть наших полномочий государственных были переданы в совместное ведение. И это было сделано правильно, потому что это соответствовало интересам нашего государства. Что я имею в виду? Например, обеспечение пограничной безопасности. Ну, можно же на эту тему говорить без конца. На пунктах пропуска, на государственные границы, на сухопутных, на морских, на воздушных, на всех пунктах пропуска охрану государственной границы осуществляют пограничники Республики Абхазия и пограничники Российской Федерации. Это пример того, что было сделано. Я, кстати говоря, это никоим образом не критикую, потому что нашу военную безопасность обеспечить в полной мере собственными силами пока не представляется возможным. Нам это нужно. Мы же не хотим, чтобы у нас была еще одна война. Мы же не хотим слабостью провоцировать нашего противника, который находится с нами в состоянии войны. Он не снял с нас требования, претензии территориальные. Если некоторые граждане забыли, это простительно. Но политики и общественные деятели должны понимать, с каким огнем они играют, когда таким образом вбивают в клин наши взаимоотношения с Российской Федерацией. Знают эти товарищи о том, что бюджет Министерства обороны Грузии больше, чем бюджет Республики Абхазия. Они знают о том, что у вооруженных сил Грузии нет другой задачи, кроме как задачи возвращения абхазских и осетинских земель в состав Грузии. Об этом они знают или нет? Но это политическая игра, опасная политическая игра, которую ведет часть наших оппонентов. Поэтому, уважаемые коллеги, в этой части речь шла о суверенитете. О наличии или отсутствии, собственно, денежной системы, денежной единиц. Это не является составной частью суверенитета. Не надо играть словами, не надо выдергивать мои высказывания из контекста. Я в спокойной обстановке готов по этому поводу дискутировать с кем угодно. Я знаю, что в этих вопросах моя позиция абсолютно оправдана. И соответствует интересам граждан Абхазии. Прежде всего, абхазскому этносу. Мы находимся на стадии развития и становления. И нам необходима поддержка Российской Федерации на этом историческом этапе. Она в крайней степени так же, как мы нужны России, как стратегические партнеры и союзники. Как верные их союзники. Это вот такая история. И не нужно ее подвергать критике и нападкам. Это очень плохо. Это неправильно. Парламент ратифицировал соглашение по густачи Пицунда. Но вокруг этого вопроса все еще полемика продолжается. Все-таки поставлена точка на этом вопросе? Или все еще есть какие-то нерешенные пункты в договоре? В этом вопросе, если говорить о взаимоотношениях между государствами, поставлена точка. Есть решение парламента. Есть межправосоглашение, которое ратифицировано парламентом. И все. Мы ничего не собираемся пересматривать. Не считаем это нужным. А кого-то это не устроило. Люди ищут темы для того, чтобы раскачать ситуацию в нашей стране в канун предстоящих выборов. Это я называю дешевым популизмом и демагогией. Какое-то количество людей этим занимается. Но это их право, пусть они не занимаются. Это ничего не поменяет в наших взаимоотношениях с Россией по данному вопросу. Решение принято справедливое решение. Правильное решение, которое российская сторона ожидала 13 лет. И решение, на которое давалось добро всеми руководителями Абхазии. В свое время. Аслан Георгиевич, еще одна ваша цитата, которая остро обсуждается оппозиции. Процитирую вас. Землей, принадлежащей абхазскому народу, будут пользоваться те, кто умеет ею лучше пользоваться. Если вырвать из контекста эту фразу, то ее можно понять по-разному. О чем идет речь? Ну да, каждый хочет и может понять ее, как ему удобно и как ему выгодно. В данном случае речь идет о том, что я бы хотел немножко покопаться в терминологии. Пользоваться, я сказал, слово ключевое. Пользоваться, правильно? Не владеть. А пользуется, да, тот, кто владеет, имеет право дать кому-то землю в пользование. Что повсеместно у нас в Абхазии происходит. Например, в моем родном селе земля находится в аренде, в пользовании у российской компании. Российская компания создала рабочие места, платит налоги. И это является хорошим примером. Именно вот это я имел в виду. А что совместные предприятия, которые у нас работают, несколько десятков совместных и российских предприятий, которые работают здесь, землей не пользуются? А компания Роснефт не пользуется участками, на которых ставят их заправки? Это вообще не предмет дискуссий качественных. Это предмет дискуссий для тех, кто говорит такие вещи. Это очевидные. И, конечно, это механизм, которым мы будем пользоваться. На благо наших граждан, на благо развития нашей экономики. А что, строительством аэропорта занимается какая компания? И землей они будут пользоваться. А как же им строить объекты аэропортовой инфраструктуры, если у них земля не будет в пользовании? Не в собственности же, а в пользовании. И все это носит срочный характер. Оппозиция считает, что вы в нарушении Конституции используете вооруженные силы для недопущения массовых акций протеста. Ваши аргументы по этому вопросу? Мой ответ по этому вопросу. Я думаю, что так считает часть оппозиции. И если у тех, кто так считает, их мнение правильное, а мои действия нарушают Конституцию, у них есть возможность обратиться в наш Конституционный суд. Я же скажу так, что вооруженные силы используются в точном соответствии с существующими у нас законами. Там нарушений никаких нет. Никаких нарушений нет. Также представители оппозиции утверждают, что криминогенная обстановка в стране значительно ухудшилась. Прокомментируйте, пожалуйста. Вы знаете, у тех представителей оппозиции, которые так утверждают, у меня к ним вопрос. А о какой стране они говорят? В Абхазии? Они говорят, что криминогенная ситуация в Абхазии ухудшилась. По сравнению с каким периодом? Когда она ухудшилась? Что они имеют в виду? Ну, я так понимаю, что криминогенная обстановка в Абхазии ухудшилась с тех пор, как господин Бжаня стал президентом Абхазии. Об этом, наверное, врач идет, да? Так это можно понимать. Ну, хорошо, давайте посмотрим, что по этому поводу говорят цифры. В период с 2014 года по 2019 год всего совершено преступление на территории Абхазии 5 328. В период с 2020 года по настоящее время совершено преступление 3003. Тяжкие и особо тяжкие преступления с 2014 года по 2019 год совершено 2613. Раскрываемость 43%. Такие же тяжкие и особо тяжкие преступления с 2020 года по настоящее время совершено 806 преступлений, раскрываемость 59%. По видам преступлений с 2014 года по 2019 год похищений граждан 29 единиц. С 2020 года по настоящее время похищений граждан 4 единицы. Разбоев совершено с 2014 по 2019 год 202 разбоя. С 2020 года по настоящее время 31 разбой. Грабежей с 2014 года по 2019 совершено 231. С 2020 года по настоящее время 34 пробежа. Данный тезис, который озвучен отдельными представителями оппозиции, ни в коей мере не соответствует действительности. Цифры говорят об обратном. Другое дело, что да, эти преступления тоже не должны были бы совершаться, но людям свойственно, определенным категориям, свойственно жить таким образом, жить преступным мышлением и совершать преступления. Я так понимаю, что и жить это невозможно, но существенное сокращение произошло. И это произошло в том числе и потому, что нам оказывают поддержку Российской Федерации. Некоторые товарищи, наверное, забыли и не хотят об этом знать. В 2021 году, в 2020 году, в 2021-2022 году мы получили безвозмездно из России более 130 единиц транспортных средств для Министерства внутренних дел. Было повышение заработной платы именно благодаря позиции Российской Федерации для сотрудников МВД на 75%. И мы выделили почти 90 миллионов рублей в течение двух лет. Мы уровень безопасности повысим в разы. Мы внедряем элементы такой программы, как «Безопасный город». Никому не удавалось лежить преступность, но понизить ее до уровня, чтобы они не оказывали влияние существенное, мы обязаны. И мы эту задачу решим в подвязательном порядке. Расскажите, пожалуйста, также о ситуации, связанной с дорожно-транспортными происшествиями. Какая у нас ситуация здесь? Ситуация на дорогах у нас остается непростой. Тут несколько объективных причин. Увеличивается количество владельцев транспортных средств. Чтобы вы знали, по сравнению с 2020 годом, у нас произошло увеличение владельцев транспортных средств почти на 90%. Если тогда была цифра около 40 тысяч, по итогам прошлого года, это 78 тысяч транспортных единиц, которые эксплуатируются на территории Абхазии. Возросла нагрузка на дорожное полотно. Наши дороги, по большому счету, отдельные участки дорог приспособлены для осуществления такого пропускного режима. Но преимущественно, конечно, дороги оставляют желать лучшего. Нет разделительной полосы, полосы безопасности. И нет возможности в некоторых местах это пока сделать. Но тот же участок серпантин. Мы как бы эту проблему пытаемся решить. Что мы сделали? Мы внесли изменения в кодекс об административных правонарушениях. Усилили ответственность тех, кто занимается нарушением правил дорожного движения. Не все работает так, как мы хотели бы. Есть пока сбои, потому что речь идет по человеческому фактору. Тогда, когда мы технически дооснастим наших правоохранителей, сотрудников милиции, введем программу, начнем реализовывать отдельные пункты программы «Безопасный город», ситуация изменится. Конечно же, изменится. Но кардинально ситуацию изменить можно будет только тогда, когда наши дороги будут соответствовать современным требованиям безопасности. Это не так просто. Это связано с большим количеством затрат. По цифрам. О чем идет речь? Самое большое количество смертей, связанных с ДТП, у нас в Абхазии было в 2016 году. 81 человек погибло. Это при том, что тогда владельцам транспортных средств было 36 тысяч. Сейчас у нас цифра в 2022 году, в 2021 году было 43 человека погибло, потом в 2022 году 67, а по итогам прошлого года 61. Немножко цифры возросли. Но если это увязывать с количеством транспортных средств, тогда мы будем иметь более объективную картину. Думаем, как быть дальше. Дополнительные знаки устанавливаем. Вот если вы на это обратили внимание, на особо опасных участках. Ставятся, монтируются дорожные полицейские, работают патрульги. Ну и проблема у нас кадровая по линии ГАИ. В советское время очень сложно было попасть на работу в ГАИ. Это, скажем так, была очень престижная работа. Сейчас у нас там некомплект до 20%. Мы думаем, как замотивировать сотрудников. Тоже будем вносить, наверное, изменения в плане повышения заработной платы, с тем, чтобы у них была мотивация. Но очень непросто. Это постоянная конфликтная ситуация. Стрессы для сотрудников. И их надо понимать. Я думаю, что шаг за шагом ситуация будет улучшаться. Но это связано с такими сложностями. Конфликт с НПО. Всех под одну гребенку. Какой вы видите работу государства в сфере неправительственных организаций, которые финансируются из-за рубежа? Термин «всех под одну гребенку» неуместен. Так система правосудия не работает. Вина, во-первых, ее нужно доказать. Во-вторых, она носит экстричный персональный характер. Поэтому я с этим не соглашусь. Другое дело, что нам необходимо очень детально разобраться в деятельности неправительственных организаций. Особенно тех неправительственных организаций, которые финансируются из недружественных по отношению к нам и России государств. Вы знаете о том, что много программ, которые реализуют про ООН. Есть такая организация про ООН. Она финансируется американскими государственными институтами USAID. Основной донор – это компания, скажем так, госучреждения USAID. Они работали со своими программами на территории Украины. Пик их деятельности был в Белоруссии в 2020 году. А с 2012 года, с октября месяца, деятельность этих организаций в России запрещена. По какой причине? По той причине, что их деятельность не всегда прозрачна. Они действуют таким образом, особенно у нас на территории Абхазии. Считают, что влияние России на Абхазии носит исключительно пагубный характер. И необходимо это влияние уменьшить. И вместо российского влияния распространить здесь влияние англосаксов. Но давайте мы с вами в спокойном режиме проанализируем, а что, собственно говоря, происходит. Мыслим мы свое будущее без нашего независимого государства. Я не мыслил. Но тогда, если Россия нам помогает в строительстве государства, почему эти государства нам не помогают в этом, а препятствуют? Почему они создают условия для того, чтобы мы вошли в состав Грузии? Почему они не работают на то, чтобы Грузия нас признала? Если Грузия признает независимость Абхазии, все вопросы снимаются автоматически. Мы устанавливаем с ними добросетские отношения, и у нас обеспечивается прочный мир. Этого же не происходит. Этого не происходит. Идет идеологическая обработка в части, касающейся нашей молодежи. Мы абсолютно точно можем сказать о том, что некоторые неправительственные организации, которые работают на территории Абхазии, целенаправленно занимаются тем, чтобы наши взаимоотношения с Российской Федерацией ухудшились. Они проводят определенные акции по блокированию некоторых наших совместных с Российской Федерацией проектов и документов. Это все имеет место быть. Поэтому мы хотим в этом плане навести определенный порядок. Кстати говоря, закон об инагентах впервые был принят в 1938 году в Соединенных Штатах Америки. И он был направлен на то, чтобы народ Америки, президент Америки точно знали, чем занимаются граждане Америки, которые получают иностранное финансирование. Чьи интересы они здесь проводят. Речь не идет о гуманитарных миссиях и программах. Гуманитарные миссии и программы мы их не будем отменять. Мы в этом плане никого не собираемся блокировать. Но когда речь идет о том, что наши взаимоотношения с Россией необходимо подвергнуть ревизии, когда нас пытаются убедить в том, что у нас нет гендерного равноправия, это вопрос для нас очень важный, что он стоит на Павловичской Дне чуть ли не вопросом номер один. Я думаю, что народ Абхазии так не считает. У нас нет проблем с гендерным равноправием или с нарушением каких-то гендерных прав. У нас нет. Единичные случаи бывают, какие-то, наверное, что-то бывают, но так, чтобы это шло в разрез с нашей ментальностью, мне кажется, что-то не так. У нас всегда в наших обычных семьях все понимали, кто главный. Деятельность этих организаций должна быть контролируема, а в некоторых случаях мы как бы не хотим, чтобы они здесь работали. Организации, которые запрещены в России еще в 2012 году, 12 лет тому назад, будут работать здесь у нас. Как вы на это смотрите? Как это соответствует духу партнерства и союзничества? Разве тут нет некого диссонанса? На мой взгляд, есть. Мы тут не собираемся действовать наскоком, мы не собираемся всех смешивать и всех красить одними красками. Абсолютно нет. Точечно, выверенно оставим то, что нам нужно, то, что помогает нашему государству, нашим гражданам, а то, что мешает нам в нашем развитии и не соответствует интересам Абхазии, будет запрещено или закрыто. Я вот так вот думаю. Но опять-таки с соблюдением существующих норм права. Одна из важных задач государства – это возвращение наших соотечественников, живущих за рубежом, на историческую родину. Что государство в этом направлении делало и продолжает делать? Вы знаете, специальный комитет был создан еще в 1993 году и работает по настоящее время. Проделана существенная работа. Но процесс репатриации не может носить насильственный характер. Необходимо создавать условия для того, чтобы наши братья возвращались на родину. Много удалось сделать. Большое количество нерешенных проблем. Только с 2020 года по настоящее время на нужной репатриации, для того, чтобы их обеспечить жильем, для того, чтобы их обеспечить самым таким необходимым, потрачено 380 миллионов рублей. Это только за последние 4 года. Более 10 тысяч репатриантов у нас прошло за все это время. Около 3,5 тысяч осталось. Остальные, скажем так, уехали в другие государства или вернулись. Почему? Вы знаете, вот целенаправленно решить одну задачу нельзя, все это взаимосвязано. Это потому, что многие из них не нашли здесь рабочих мест. Не смогли себя обеспечить работой. Динамичный процесс в плане увеличения потока тех, кто нам хочет переехать, произойдет только тогда, когда мы начнем динамично развивать свою экономику. Когда каждый из них может найти здесь нишу, в рамках которой он себя реализует. Многие получили земельные участки, многие получили квартиры. Но этого, как выяснилось, мало. Но есть земля, участок, есть квартира, а не на что себя содержать, потому что нет работы. Тут отчаиваться не нужно. Тут необходимо просто дать такую, попробовать в этом вопросе посмотреть правде в глаза. Кто бы не руководил Абхазией. В любые времена Абхазия всегда будет открыта для своих собратьев, которые проживают за пределами Абхазии. Наша с вами задача создать условия для того, чтобы здесь жилось хорошо. И тогда к нам приедут в обязательном порядке. Это как бы не специальная программа по репатриации. В рамках специальной программы по репатриации государство делает все, что может делать. На все, на что хватает силы, мы выкладываемся. Все руководители этим занимались. С самого начала. Результаты вот такие. Не скажу, что глобально большие, скромненькие. Все остальное зависит от общего развития нашего государства. Текущий год важен во всех смыслах. Каким вопросом, на ваш взгляд, нужно уделить особое внимание? Текущий год, он такой же, как и все остальные годы, которые я провел в качестве президента. Единственное его отличие, он высокосный. А если так серьезно, то задачи, которые остались нерешенными, задачи, которые связаны с развитием нашей экономики, задачи, которые связаны с повышением уровня обеспечения нашей безопасности, задачи, которые лежат в социальной сфере. Вы знаете, да, мы сумели повысить заработную плату основным категориям бюджетников с 2020 года по 2024, там была цифра, по-моему, 14, сейчас будет 35 тысяч. Это хорошо? Это хорошо. А этого достаточно? Конечно, нет. Поэтому те задачи, которые были, они остаются. И с каждым разом мы должны давать другое качество. Задача властей состоит в том, чтобы люди жили комфортно, чтобы люди могли все необходимое, то, что даровано им Господом, Богом, Конституцией, чтобы они могли это все реализовать. Нам необходима здоровая нация. Нам нужны здоровые дети. Значит, нам нужно развивать спорт. Нам нужны образованные дети. Нам нужна высокая культура, собственная, абхазская. Мы должны сохранить свою идентичность. С другой стороны, мы должны знать культуру других народов, русскую культуру, знать Чайковского, Достоевского, Толстого. Это все делается через государственные институты, через преподаватели, через Министерство просвещения. Просто улучшать качество нашей работы. Все больше людей охвачивать этими процессами. И сделать так, чтобы в Абхазии не было бедных людей. У нас, к сожалению, есть категория людей, которая живет бедно. Их не должно быть. На нашей земле не должно быть бедных людей. И это задача, которую я ставлю для себя как самую главную. И мы, конечно же, ее пока не решили. Но мы ее должны решить. Это очень важно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok